Этот человек поразил всех своим внешним видом, голосом и тем, что скоро у него будет бой, который ждут миллионы человек по всей России и не только. Трудно поверить, что боец может иметь такой рост и вес, а также выглядеть как пятилетний ребенок, при этом будучи совершеннолетним. Миллионные гонорары, хайп, скандалы, кто же такой этот хазбик и что с ним? Поставь лайк этому видео и смотри его до конца, чтобы узнать все подробности, особенно детали его боя. Сложно в это поверить. Абдуразик, успокойся. Пускай не мороси голову. Абдуразик? Все, все, все. На самом деле хазбик стал популярным почти случайно. Он просто выложил в интернет видео про клубнику. Клубника бомба, честно говоря, самый любимый. Дальше цепная реакция. Видео завирусилось, мемы, приколы и как итог популярность. Особенно в Дагестане, откуда родом блогер-боец. Звезда ТикТока Хазбулла Магомедов из Дагестана. Он, как пишут про него, застрял в теле трехлетнего мальчика. В данный момент он учится и мечтает досконально изучить Коран. Несмотря на свою особенность, друзей, с которыми он проводит время весьма активно, довольно много. Они гоняют на тачках, квадроциклах и катерах. Вообще, хазбиком его прозвали зрители после его нашумевших видео. Его настоящее имя Хазбулла. И ему жутко не нравится, когда его называют хазбиком, потому что коверкать его имя нельзя. Когда его видео клубника-бомба взорвало интернет, он решил продолжать свое дело и записал подобные ролики с другой едой. Напишите в комментариях, вы прикалываетесь с этого и прям пересматриваете по нескольку раз в угаре. Я просто этому очень удивлен. Самый часто задаваемый вопрос касаемый Хазбика, это, конечно, а что с ним? В мае 2020 года он зарегистрировал инстаграм, где указал возраст 18 лет. Соответственно, сейчас ему 19. Как мы понимаем, Хазбулла точно на 19 не выглядит. Тем более, что его рост сейчас составляет 93 сантиметра, а вес 18 килограммов. Само собой, чтобы понять, что это не вполне нормальные показатели, не нужно быть врачом, это видно сразу. Да еще и голос Хазбика. Люди специально вдыхают геля, чтобы говорить таким высоким голосом несколько минут, а у Хазбуллы он такой всегда. А смеется Хазбик, как персонаж из мультика. Всякие в кавычках эксперты, начитавшись интернета, предположили, что у блогера проблемы с гормоном роста. Если бы это было так, то при помощи медицинского вмешательства проблема все-таки кое-как решалась бы. У Месси, например, нарушен гормон роста. Но в детстве футбольный клуб Барселона смог оплатить ему лечение, а буквально вчера он выиграл Кубок Латинской Америки по футболу. Кто-то говорит, что это наследственность или генетический сбой. В любом случае, домашних экспертов в таком вопросе слушать точно не надо, ведь, как мы знаем, любой вопрос в гугле касательно здоровья приводит к смерти. Так что на него полагаться не стоит. Дело в том, что даже врачи не знают, что с Хазбуллой. Это заявил сам боец и его близкие. Лечению или каким-либо изменениям эта мутация не подлежит, поэтому Хазбик и сделал из этого самый главный вывод. Не париться. В Дагестане о его особенности знают, ну кажется, все. Парню удалось обратить недуг в свою пользу. По его словам, ощущает он себя просто отлично. Единственное, чувствует сильное недомогание, дефицит энергии. Из-за этого он просто не может долго ходить на ногах. Хазбуллан настолько неоднозначный персонаж, что его и сильно любят, и ненавидят. Ну понятно, что у любого популярного персонажа всегда есть, так сказать, воздыхатели, и неважно какого уровня и характера контент он делает. Тем более с таким мультяшным голосом Хазбика и настолько неординарным видом привлечь внимание людей совсем несложно. Но чуть сложнее объяснить, откуда у него столько хейтеров. Возможно из-за того, что, как многие говорят, в последнее время он зазвездился. А зазвездился он, вероятно, из-за тех денег и хайпа, которые свалились на него недавно, благодаря предстоящему бою с Абдурозиком. Парнем из Таджикистана, который тоже имеет особенности со здоровьем. Рост обоих меньше метра. Боец из Таджикистана весит 17 килограммов, то есть на 1 килограмм меньше Хазбуллы. Звучать это может смешно, но в их случае килограмм это довольно важно, учитывая, что весят они оба до 20. Вообще, этот бой и вся ситуация вокруг него какой-то феномен, и вот почему. Ни Хазбик, ни Абдурозик профессиональными бойцами не являются, но про их бой говорят все, а в том числе и профессиональные бойцы. Их пресс-конференция на канале Асхаба Тамаева тоже бойца набрала почти 14 миллионов просмотров. Таких цифр нет и у популярных профбойцов. К слову, конференция Хабиба и Коннора набрала 8 миллионов. Но справедливости ради Хазбулла не совсем уж далек от боев. Он знаком с бойцами UFC, виделся с Хабибом Нурмагомедовым и даже тренировался в его зале. А также вызывал на бой Магомеда Измаилова. Но это скорее говорит о том, что он все-таки далек от боев. Абдурозик вообще певец. Вот такие сейчас у нас самые популярные бойцы. Хотя он действительно популярен. Его клипы набирают миллионы просмотров, а подписано на него сотни тысяч человек. В детстве Абдурозику поставили диагноз «Рахит». Болезнь, которая возникает из-за недостатка кальция и фосфора в организме в период активного роста ребенка. Из-за этого мальчик начал ходить в школу только в 12 лет. Врачи пообещали, что его рост можно увеличить на 50 сантиметров, если тот пройдет дорогостоящее лечение. Вот только при нынешней популярности, а надо ли это вообще? Вот как сами блогеры, бойцы, певцы относятся к своей инвалидности. Хазбик. Я не считаю, а родители, да, считают. Врачи тоже. У меня только с ростом проблемы, и когда быстро хожу, то устаю. Ум у меня на мои 18 лет. Другие 18-летние дети пишут, что я отсталый. Они завидуют, потому что дома сидят, хотят заработать, но не получается. Абдурозик. Я не считаю себя инвалидом. У меня есть, слава Аллаху, руки и ноги. Я могу говорить, что еще важнее, у меня есть деньги, я отправляю их родителям, строю дом, строю ресторан, все хорошо. Я считаю, что я лучше некоторых взрослых людей, потому что я умею зарабатывать деньги. Вся эта канитет длится уже где-то полгода. Хазбик сказал, что готов драться с любым до 18 килограммов. Абдурозик сразу же согласился. Напомню, он весит 17. Пока все за этим активно наблюдают, в Томаев регулярно снимает их и вместе, и отдельно набирая миллионы просмотров и соответствующие доходы с рекламы. Деньги там и вправду сумасшедшие. Хазбулай и Абдурозик уже получили по миллиону рублей, хотя, кажется, от общего бюджета это просто капля в море. Их бой должен был состояться 18 мая и выйти на том же канале, что и все видео до этого, но до сих пор в сети его не появилось. То ли действительно что-то пошло не так, то ли ищут варианты заработать с этого максимально много денег. А с этими просмотрами и ажиотажем можно получить и десятки миллионов рублей, поверьте. А бои пишут просто все. И новостные, и рэперские, и спортивные издания. Миллионы или десятки миллионов людей в предвкушении этого боя. Но вот почему? Сам Хазбек сказал, потому что мы маленькие, редкие люди. И, наверное, так и есть. Не хочется называть это фрик-шоу из уважения к бойцам, но интерес у людей скорее такой, чем спортивный. И знаете, здесь ситуация один в один, как с батл-рэпом. Тот формат позаимствовали с запада, он стал набирать обороты. Потом очень большие обороты, о нем стали говорить и писать просто все, стало очень много рекламы. Потом туда пошли знаменитости. Вот сейчас и биться уже будет Джигана, до этого бился Чиппинкос. Потом стали появляться какие-то фрик-баттлы по типу бывший против бывший. И потом все это также стремительно скатилось вниз. Видимо, следующие шаги у нас в боях такие. Иван Ургант в прикол побьется у себя на шоу. Потом устроит еще несколько очень странных боев по типу Хазбека и Абдурозика. Пара знаменитостей выйдут на ринг за большие деньги и все, найдем что-то новое. Вот уже Моргенштерн сказал, что за 20 миллионов долларов он готов. Так у нас и принято, выжимать из популярного формата все и как можно быстрее. Хазбек сейчас явно на взлете, даже иностранцы создают аккаунты специально для него, а Шакила Нил опубликовал бойца у себя на странице. Но сможет ли он удержаться и не оказаться очень быстро забытым? Как думаете вы? Пишите в комментариях. И если хочешь посмотреть видео про обратную сторону Макдональдса, про их новые уловки и хитрости, а также про то, сколько стоит открыть фастфуд сейчас, нажимай на ссылку в описании и смотри ролик на моем канале, который вышел совсем недавно. И на мой канал тоже подписывайся. Ссылки на Телеграм, где множество новостей и видео без цензуры, а также на Инстаграм тоже в описании. На связи.